Война за таланты окончена. Талант победил. Эту цитату сказал Тим Райан. Он является партнером PricewaterhouseCoopers. Это компания, которая занимается консалтингом и аудитом. Основной смысл этой цитаты в том, что сейчас человек, сотрудник, талант сам выбирает, где ему работать и как ему работать. Раньше все было наоборот. Я бы хотел дополнить эту цитату двумя словами. Это технология и время. И в своем выступлении я постараюсь раскрыть эту мысль. На фотографии двое детей. Это мои дети. Одному из них 7 лет, второй 3 года. И это выступление я репетировал вместе с ними. Для меня было очень важно удержать их внимание и потратить чуть-чуть их времени. И знаете, у меня это получилось. И сегодня я очень надеюсь, что я смогу удержать и ваше внимание тоже. Ребенок, подросток и, возможно, даже студент недооценивает, какое количество времени утекает. И знаете, я сейчас смотрю на своих детей и я понимаю, как важно для них принимать самим решения. Как важно для них понимать, когда они хотят и сколько хотят они кушать. Как часто играть в свой телефон, когда ложиться спать. О времени мы узнаем только тогда, когда мы оборачиваемся назад. Мы понимаем, сколько мы сделали и сколько мы могли сделать. Мы можем гордиться собой. Мы можем себя корить за то, что мы сделать не успели. Мне 35 лет. За моей спиной десятки, ничего не видно. За моей спиной десятки, возможно, сотни проектов. Мы занимаемся разработкой и анализом газовых и водосточных турбин. Мы занимаемся созданием HR-порталов или сложных интернет-порталов, которые делают бизнес людей проще и лучше. Мы, вот здесь, к сожалению, не видно, но отчетливо видно цифру 90. И эта цифра говорит о том, что 90% наших клиентов, они работают с нами годами и рекомендуют нас своим друзьям. Как мы это смогли сделать? У нас есть талантливая команда, у нас есть технология. Соединяя вместе две эти вещи, мы понимаем, какую технологию нам нужно использовать. Соответственно, мы экономим время. Время и деньги наших клиентов. Слоган нашей компании – мы создаем проекты, которые делают жизнь людей лучше. Я этот слоган придумал, и я его недооценил. И только сейчас, спустя какое-то время, я понимаю, какую глубину он несет. И этой мыслью я бы хотел поделиться с вами. Относительно недавно мы закончили работу над большим проектом. Он связанный с HR. И в этом проекте мы соединяем людей. Для бизнеса мы ищем людей, которые готовы разделять их ценности. Для человека мы ищем работу его мечты. И только сейчас я понимаю, что десятки, сотни, а может быть миллионы людей становятся от этого счастливее. И это только маленькая часть технологий, которая делает нашу жизнь лучше. Здесь на экране приведен пример, точнее, отчет, который выпускается ежегодно. Я, к сожалению, тут опять-таки не видно части текста. Вандерман Томпсон. Они выпускают этот отчет ежегодно. В нем рассказывается о технологиях и трендах, которые будут на этот год. Вот я предлагаю посмотреть вам на то, какое количество направлений существует в мире и какое количество цифровых технологий используется там. Начиная от культуры и искусства, заканчивая здоровьем и красотой. Человек за последние 10 лет успел оцифровать все. На сегодняшний день мы точно знаем, что вы едите, куда вы ходите, с кем вы встречаетесь, что вы смотрите. И продолжая свою мысль, я хочу поделиться еще одним отчетом. Это отчет Гартнера за 2022 год. В 2023 году не было апдейта. В этом отчете перечислены все технологии, которые будут развиваться на протяжении от 2 до 10 лет. Мы возьмем самые большие. Это cyber security, кибербезопасность. Это то, что защищает нас с вами. Это ваши фотографии, ваш текст, ваш уникальный контент. Это банковские счета, денежные переводы. Второе – это метавселенная. Она недооценена сейчас, и пока непонятно, что с ней будет. Пока что на сегодняшний день метавселенная, она больше про какой-то развлекательный контент. И последнее – это цифровые люди. Это то, что нас окружает на самом деле уже давно. Это те самые боты в Телеграме, которые регулярно нам скидывают какие-то рекламные объявления, либо какие-то новости. Это люди-роботы, с которыми мы разговариваем по телефону. И то, что мы видим сейчас, это искусственный интеллект в виде чата, с которым мы можем пообщаться. На этих выходных мы обсуждали эту тему с друзьями. И у нас мы разделились на два лагеря. Одни говорили о том, что искусственный интеллект сделает нашу жизнь более комфортной, расслабленной. Мы сможем уделять времени больше близким. Второй лагерь говорит абсолютно противоположное. Он говорит о том, что большой ребенок снова придумал технологию, которая позволит развиваться человечеству еще быстрее. И здесь я думаю, что каждый из вас сам может принять решение, в какой лагерь ему идти. И последнее из технологий, что я хотел бы затронуть, это технология, которая взорвала мир в 2021 году. Это была самая обсуждаемая технология во всем мире. Это история про NFT, когда люди продавали картинки за невероятно большие деньги. Нам тоже удалось поучаствовать в этой истории, и мы создали свою коллекцию из 999 NFT, сделали небольшой маркетинг и продали более 10% этой коллекции. За очень короткий период, примерно 3-4 дня, нам удалось продать где-то примерно на 30-40 тысяч долларов. Но эта история не про деньги, это история про то, как мы открыли для себя новые двери. И эти открытые двери привели нас в Дубай. Мы вели переговоры с крупной компанией, которая занимается продажей недвижимости, люксовых автомобилей и ювелирки. И вся эта история закончилась в 22-м, когда рынок NFT упал на минус 91%. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас была большая вера в технологию. Это говорит о том, что мы не побоялись ее изучить. То, что будет с NFT дальше, я пока не знаю. Возможно, она получит поддержку в метавселенной. Возможно, она исчезнет в принципе как технология. И подводя итог своего выступления, я хочу сказать, не бойтесь делать неправильные шаги. Не бойтесь изучать что-то новое. Вы и есть технология, вы и есть время, вы и есть талант. Создавайте проекты, которые делают жизнь людей лучше. Спасибо большое. Меня зовут Евгений Хоботов, маркетинговое агентство Foresight. Продолжение следует...